Молдаване изберут президента, скорее всего, во втором туре. Таковы данные двух соцопросов. Оба свидетельствуют о том, что наибольшее количество голосов может набрать Майя Санту, но пока неизвестно, с кем она сразится 3 ноября. Так, по оценкам Айдата, дальше вместе с Санту пройдет Рината Усата. CBS Research полагает, что соперником ее во втором туре будет Александр Стоиногла. Опросы были аккредитованы ЦИКом и имеют погрешность около 3%. По данным барометра общественного мнения, измеренного Институтом общественной политики и Айдата, жители Молдовы в большинстве своем выражают намерение участвовать в выборах президента Молдовы. Положительный ответ дали почти 84,5% из числа опрошенных. 3% заявили, что не придут на избирательные участки. Примерно столько же еще не определились. Также в ходе исследования выяснилось, что в числе фаворитов у избирателей кандидат от ПАС Майя Санту на втором месте, лидер политформирования «Наша партия» Рината Усатый. Около 30% респондентов заявили, что будут голосовать за Майю Санту. На втором месте Рината Усатый, у которого 13,3%, затем Стоиногла, за которого готовы проголосовать 11,6% опрошенных. Около 12% опрошенных все еще не решили, за кого готовы отдать свои голоса на выборах президента. Об этом свидетельствуют данные опроса. На нынешних выборах можно ожидать миграции голосов среди тех, кто поддерживает именно левых или левоцентрических кандидатов. Также были представлены и результаты опроса, подготовленного CBS Research по заказу Watchdog. Так, большинство опрошенных готовы отправиться 20 октября на избирательные участки. При этом, в отличие от первого, опрос Watchdog показывает, что во втором туре за место президента будут бороться кандидат от ПАС Майя Санту и поддержанный социалистами Александр Стоиногла. Существенные отличия есть и в части данных о людях, которые заявили, что еще не определились тем, за кого готовы отдать свой голос. 35,8% готовы голосовать за Майю Санту. 9% за Александра Стоиногла. 6,4% за Рината Усатова. 28,01% респондентов в начале последней недели перед выборами были все еще не определившимися в вопросе о том, за кого хотят голосовать. 2,9% человек заявили, что не будут принимать участие в голосовании. Оба опроса при этом показывают оптимистичные прогнозы относительно референдума. В исследовании, проведенном по заказу Watchdog, почти 50% респондентов выразили убеждение, что большинство граждан поддерживают вступление Молдовы в Евросоюз. 31,3% заявили, что, по их мнению, большинство против. Это очень интересный вопрос, потому что все опросы пока показывают, что большинство граждан выступают за вступление в ЕС. В ходе барометра общественного мнения участникам задавали вопросы именно так, как написано в бюллетене, и почти 48% ответили «да». Против включения в Конституцию положения евроинтеграции 23% опрошенных. Нет ответа – 13,55%. Вот интерполяция данных, которая также включает влияние на территориях пропаганды и различных компаний. В этом году барометра общественного мнения проводила социологическая компания iData о анализе данных Институт общественной политики при финансовой поддержке фонда Soros Молдова. Исследование велось с сентября по октябрь по месту жительства респондентов. Было опрошено 1100 человек без учета граждан Левобережья и Диаспоры. Опрос CBS Research, проведенный по заказу Watchdog, проводился с 11 по 16 октября. В рамках него по телефону было опрошено 1038 человек. Оба опроса были аккредитованы Центральной избирательной комиссией и допускают погрешность плюс-минус 3%.